Добрый день, это Яков Фаен из компании Farato System. Сегодня девятый урок из серии по обучению программированной с языком Java. Сегодня мы поговорим про потоки ввода-вывода, про то, как работать с какими-то локальными удаленными файлами, как работать немножко с сетью. В общем, все это о вводе-выводе в основном сегодня. Для начала хочу четко объяснить, что мы хотим работать с I.O.Streams, Input-Output-Streams. И мы будем сегодня говорить только о тех классах, которые находятся в пакете Java.io. Java.io не единственный пакет, где есть классы по работе с вводом-выводом. Существует и другой пакет, который называется Java.io, но это так называемый Non-Blocking.io, и мы не включили его в этот курс. Вот. Хочу, чтобы вы не путали. Восьмая Java вводит новое понятие как Streams API. Это ничего общего не имеет с тем, что мы изучаем сегодня. Сегодня мы изучаем потоки ввода-вывода I.O.Streams, а не потоки, которые находятся в Java.UtileStream. Не путать. Вот в Java есть, Java имеет такие классы, которые позволяют вам читать любой файл, любые данные, как последовательность байтов. Один байт, следующий и так далее. Один за одним. Читаем, читаем, читаем. Вот. И, соответственно, существуют классы, которые заточены под конкретные данные. Например, если вы знаете, что вы будете читать поток, который состоит из текстовой информации, просто буквочки, циферки, то можно открыть, можно использовать класс, который называется Reader. Это специально для текстовых потоков. Записывать в него можно специальным классом, который называется Writer. Дальше. Если вы знаете, что вы собираетесь читать Java Primitives, то есть, например, вы знаете, что мне приходит поток, в котором будет один Int, два Double и, может быть, еще один Boolean и так далее. То есть, можно, соответственно, открыть другой поток. Ну и, скажем, использовать другие классы, которые заточены под работу именно с Data Input Stream, по работе с примитивами. Это читает и, соответственно, Data Output Stream записывает. Если вы просто хотите читать, в общем-то, файлы просто как набор байтов, не зная, что это за байты такие, может быть, это MP3 файл, какая-то музыка там, а может, наоборот, какая-нибудь картинка JPEG или PNG, этот класс, файл Input Stream, будет читать просто один байт за другим. Это не его дело, как его расшифровывать, как понять, что это музыка и так далее. Он просто вам будет аккуратненько выдавать вот такие файлики байт, 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 скажем так. Вот видите, есть класс, который начинается со слова файл, а есть класс, который начинается не со слова файл. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что есть некие классы, которые специально настроены на то, чтобы читать потоки из ваших файлов. В то время как читать потоки можно не только из файлов, а откуда. Из сети, например, можно их читать. Открыть поток на удаленный какой-то компьютер, знаем их IP-адрес. И файл не защищен, и можно это читать тоже. Вот. Одним словом так. Теперь. Обычно, когда вы будете работать с потоками I.O.Streams, у вас работа будет состоять из трех главных таких шагов. Первое. Вы должны открыть этот I.O.Stream, который указывает на, скажем, какой-то файл или URL. Затем вы должны читать, писать. Вот. И читать из этого стрима, писать в этот стрим, то, что вам нужно реально делать. И когда эта работа закончена, нужно закрыть. Закрыть стрим. Как это делать? Я вам покажу разные варианты. Этот вариант, который вы видите сейчас на слайдике номер 5, он такой традиционный, который делали все джавские программисты до версии, до того, как вышла Java версия 1.7. Ну, или седьмая Java. А именно, аккуратненько открывали файл I.O.Stream, например, внутри блока try. Почему? Потому что может что-то вылететь, файлик оказался не на месте, или, может быть, его как-то и подпортили ножичком чуть-чуть диск, и он не читается. Мало ли что, бывает в жизни, сами понимаете. Поэтому ставим его в try и ловим catch exception, I.O.exception. Мы проходили exceptions, да, отдельно. И, наконец, есть clause finally, как я уже говорил в уроке про exceptions. Finally – это тот clause в try catch блоке finally, который говорит о том, что вот то, что здесь написано, нужно сделать обязательно. Будет ли успешным выполнение в try блоке или не будет, может, мы его вылетим по exception, но в finally он обязательно зайдет. В этом его суть. И вот в этом finally мы и закрывали этот файл, который мы открыли. MyFile, видите, вот это здесь мы его открыли. Файлик abc.dat, допустим, он так называется. И тут мы его закрыли. Посмотрите, как много надо писать такого церемониального кода, грубо говоря. Много. То есть сначала мы проверяем, открылся он или не закрылся вообще. Может быть, он вообще даже не открылся изначально, и он вообще null. Если он null, как мы можем его закрывать? Ну ладно, допустим, он не null, тогда мы его закроем. Но даже при закрытии может вылететь какая-то exception, ошибочка, нехорошая штучка. Тогда мы в чатаем trace, например, здесь. Ну вот этот весь мусор, который, начиная с 7 джаба, мы можем уже не писать. Почему мы можем не писать? Потому что мы можем начать пользоваться тем, что называется try with resources. Я вам чуть позже покажу, как это делать. Хотя, в принципе, вы уже должны иметь некое представление, если вы смотрели урок, мой видеоурок. Чудесный видеоурок потом о том, как работает 6 exceptions. Что мы видим здесь? Мы здесь открываем файлик abc.dat, сделали флажок такой, eof, end of file, и присвоили ему false. Был ли он такой флажок, false, чтобы знать, когда прекратить читать. Когда нарвемся на конец файла, мы читаем byte, 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 byte. Вот тогда и надо прекращать это глупое дело. И вот так, while not, это negation, пока не end of file, или пока end of file не true. End of file не true, это end of file false. Со временем, с годами вы сможете легко и непринужденно, так же, как и я, понимать, что while not end of file, значит, пока перемена eof не true. В общем, мы читаем. Один байтик прочитали в переменную integer, byte value. Все, что на диске хранится, оно закодировано какими-то кодиками, кодиками. Коды – это integers, да? И, соответственно, если integer какой-нибудь положительный, то это значит, что есть какой-то контент. Но как только программа, этот цикл, нарвется на конец файла, мы получим обратно не хороший кодик, а не хороший кодик. Minus one, negative one. То есть это будет означать, это признак такой, что мы нарвались на конец файла. Нарвались на конец файла, взводим наш флажок. eof, чтобы он стал true, а не false, как он был чуть раньше этого цикла. Пошел возврат проверки на цикл. У-у-у! А он уже true, то есть не. eof уже не верно. Не eof означает false, правда? А он у нас true стал. То есть это признак выхода, прекращения вот этого циклической обработки данных. И надо двигаться дальше и выполнять то, что после цикла, да? И вот здесь я вам пишу очень такую важную вещь. Не делайте это здесь. Я специально написал неправильно закрытие файла и написал в комментариях. Don't do it here. Не делайте этого здесь, умоляю. Почему? Да потому что, ежели тут произойдет какая-то ошибка вот этого, сбой в этом цикле, что получится? Код. Допустим, мы пытались прочитать очередной байтик, а его не смогли прочитать по любой причине, да? Ножечком диск кто-то поцарапал ночью. Тогда мы раз выскакиваем отсюда и попадаем в кетч. Попадаем в кетч. И тогда close, если бы он был здесь, он никогда бы не выполнился. Мы бы через ногу перескочили, ему через голову реально. И файл остался бы незакрытым. Файл остался незакрытым. Это мусор в памяти. В хит-меморе появляется какой-то мусор, да? Гарбач коллектор, который будет заходить периодически с такой сметлой. Не женщина с сметлой, а гарбач коллектор, который будет чистить. Может, он его почистит, может, не почистит. Поэтому нехорошо. Здесь ни в коем случае надо делать. А где? В finally. Ну, в finally, видите, какой тут ужас, ужас, ужас написан. Так много всего. Я вам покажу чуть позже, как сделать короче. Try with resources. И не надо писать, это ужас и кошмар. Запись в файлик. Файлик с помощью FileOutputStream. Только что был reading, чтение, а теперь запись. Пишем, пишем, пишем. И что же мы пишем тут? Ну, взяли, например, какой-нибудь массивчик. Захарцкодировали с какими-то циферками, числами, интегер, да? И хотим его загнать в файл на диск. Ну, это, допустим, это некие коды, которые, может, что-то там представляют важное. Файл OutputStream открываем. Допустим, хотим писать вот такие значения в файлик expoZ.data. А потом опять в цикле крутим, крутим, крутим. Пиши some data, it, элемент, записывая из массивчика в этот файлик. Ну, соответственно, вылетел по exception, напечатаем. SystemOutputLand couldn't write to a file. И месседж, который мы получили внутри exception object, и мы тут же вам ее распечатаем. Потом опять в finally зашли и закрыли его вот тут. То есть запись по байтову в файл тоже достаточно тривиально. Буферизированный InputStream, InputOutputStream. Buffered I.O.Stream. А что же это такое? А вот что, как мы все знаем, доступ к диску намного медленнее, чем доступ к памяти. Да, я знаю, вы, может, уже купили этот крутой компьютер, в котором SSD, а не hard disk, который где головки считывают крутящиеся поверхности. Все равно это медленнее, чем работа с памятью. Поэтому желательно делать буферизацию. То есть не за каждым байтиком кланяться, как спички, знаете, рассыпал на полу, и поднимайте каждую спичечку. Нет, не хотим мы за каждым байтиком делать чтение с диска и помещать его куда-то в памяти в программе чтения, помещать. То есть хотелось бы как, такую кучку, чонк, пойти на диски, расхватить там жменью, целую жменью байтов. А дальше уже их обрабатывать последовательно, находясь, когда они находятся в памяти. Закончили, обработали, опять жменью в следующий раз, взяли в память и побежали, побежали, побежали. Так быстрее. То есть буферизированный, вот вывод, это лучше, чем не буферизированный. Почему? Потому что быстрее. А вот здесь и написано, если мы хотим считать тысячу байтов, мы же не хотим делать тысячу обращений к диску. Мы хотим, может быть, грабануть, схватить тысячу сразу в памяти, а потом уже делать то, что нам надо. Закончилось в следующем. Ну и вот для этого существует очень классик такой чудненький, простенький, называется Buffered Input Stream. Если вы читали вот на прошлых слайдах, допустим, файл Input Stream, его можно обернуть в Buffered Input Stream. Сказать, ты читай, конечно, все с того же файлика, на который тебе указывает файл Input Stream, но делай это буферизировано. Сначала заполни буфер. Знаете, как бассейн. Вода наливается, потом выливается, тут трубка, там трубка. Вот. И все. И тогда, собственно, вам ничего очень сложного дополнительно программировать не надо. Дополнительную строчку добавить, завернуть в Buffered Input Stream. А дальше Java уже сама будет читать вот такими чанками, порциями. Какого рода порция, можете посмотреть, она меняется от версии к версии, когда-то было 400 байтов by default, хотя можно это поменять. Потом, по-моему, стал килобайт by default. Можно поменять. Не суть, на гуглите, посмотрите. Вот. И как же это делать? Вот, посмотрите сюда. Опять же, смотрим сюда. Старый такой устаревший метод. Внутри try делаем, опять finally все закрываем. Закрываем уже и буфер, и файл Input Stream. Смотрите. Сначала мы открыли файл Input Stream, который указывает на файлик по имени abc.dat. Получили его в переменную myFile. А потом эту переменную myFile даем конструктору нового инстанса, да, класса. buffered Input Stream. Вот так мы и заворачиваем. Мы сказали, вот я создал инстанс, который будет читать файлиk abc.dat. Но возьми его в буферизированном виде и прочитай так. То есть теперь, когда мы это сделали, мы уже будем не читать не из переменной myFile, а из переменной buff. Остальное практически то же самое. Только вместо myFile read, как было на одном из первых слайдиков, мы будем делать buff read. Вчера будет сама буферизировать ввод. Остальное то же самое. При окончании закрываем и buff, и myFile. Просто? Просто. Easy. То были байтовые стримы, да? То есть мы не знали, что там. Просто любой байер. Бери, читай. Если мы знаем, что у нас есть символы там какие-то, да? Не бай. Может быть, какие-то тексты там лежат. Чисто тексты. Вот. Тексты. Чтобы читать тексты, нужно пользоваться специально заточенными файлик, классами. Под это FileReader, чтобы читать. И FileWriter, чтобы писать. Вот так. Вот так. Вот. И тут я написал, что the recommended way to pipe is to pipe the class input stream with specified input stream reader. Давайте так. То есть все равно мы откроем файл input stream, да? Но мы завернем его в оберточку, которая называется input stream reader. Посмотрите. Мы точно так же открываем файлик, как и в предыдущих примерчиках, с помощью файла input stream. А потом мы ему говорим, дорогой, дорогой Java. Это я с таким, типа, с грузинским акцентом. Дорогой Java. Мы говорим, читаешь ABC.txt. Я тебе хочу намекнуть, друг, что это не просто текст, а это текстовый файл. Sorry, sorry, sorry. Это не просто файл, а текстовый файл. Поэтому я тебе хочу завернуть в input stream reader. Еще энкодинг указать, да? В utf8, допустим. Или там у вас в России там непонятно, что вообще творится. Выберите, какой вам надо. Какой-нибудь там win1251. Вот. Или... О, то есть мы это сделали, да? То есть смотрите, что мы делаем. Мы взяли файл input stream, завернули его в input stream reader, потому что это текст. А потом мы еще говорим, а я же все-таки хочу читать в буферизированном режиме. То есть порциями, большими буферами. А потом еще мы его заворачиваем еще разочек вот сюда, видите, в buffer input reader. Как у Косяя Бессмертного, да? Где-то там иголка, иголка в яйце, а яйцо... В комболе яйцо? В курице? Я не знаю, ребят. Вам лучше знать, у кого было яйцо, которого боялся Косяя Бессмертный. Одним словом, один стрим, другой стрим, третий стрим. Вот такая заверточка идет. Или как можно иногда в литературе писать pipe. Какие трубы, да? Представьте себе водопроводчика, который из колен собирает трубу. Так вот, первое колено это файл input stream. Мы к нему прикручиваем, в данном случае, input stream reader, а к нему прикручиваем еще одно колено, buffer reader. И в этом прелесть вот этого дизайна, как работает с I.O. streams. То есть можно прикручивать различные потоки и достичь оптимального, насколько это возможно, чтения. Ну вот, что мы здесь видим. То есть мы открывали это все хозяйство, в конце концов мы получили reader, да? И вот этому reader говорим. Так как это текстовый файл, я тебя буду читать уже не по-байтово, как в предыдущих примерах, а я буду читать по-символу, character by character, да? И вот теперь уже мы, это другой метод, просто reader.read, он возвращает нам один character, если этот character больше чем минус один, тогда мы допустим его в буфер и приклеим. В буфер и приклеим. А дверь это переменная буфер, где-то я что-то здесь не написал. Напрасно, напрасно, напрасно. То есть это мы где-то, а я объявил, почему, я молодец, я молодец. Я все-таки объявил вот здесь, вот этот буфер. Это не строка, а string buffer. Какое-то время назад был сделан такой класс, чтобы строки читали быстрее. Потом уже и другие классы появились. Помните строки immutable, да? Помните, в каком-то третьем уроке, наверное, мы об этом говорили. А вот string buffer позволяет чуть-чуть получше работать со строками. Там есть другой класс, string builder, я думаю, сейчас. Тем не менее, мы берем эти байтики и склеиваем, склеиваем, склеиваем строку. И когда цикл закончился, мы его обратно преобразовываем to string и получаем строку. То есть весь текст, который был в этом файлике, мы прочли вот таким макаром с помощью character stream. Так-то. Запись character stream тоже довольно простая. Что мы делаем? Вот, например, открываем файлы output stream, тоже на файлик надо показывать. Заворачиваем его в stream writer, который заточен под работу с текстами. А для efficiency, чтобы лучше работало быстрее, заворачиваем это все хозяйство в buffered writer. Вот, допустим, есть такая строчка 123, Broadway, New York и так далее. Адрес в Нью-Йорке, какой-то текст. Мы хотим его записать в файлик, который называется abc.txt. Ну и просто очень, все просто. Открываем, здесь создаем instance output stream writer, который указывает на файлик. Вот он. Да? Ну, вернее, скажем так. Сначала мы создадим instance, файл output stream открываем. Потом его заворачиваем в заточенный специальный writer, который... файл output stream заворачиваем в output stream writer, потому что будем писать тексты. А потом для эффективности его заворачиваем в buffered reader. Ну и все. После этого вот в эту переменную out, которая вот эта вся вот труба водопроводная, состоящая из колен, соединилась, мы туда и пишем. Говорим, а туда напиши-ка, дружище, my address. А что такое my address? 123 Broadway в Нью-Йорке, да? Да, недалеко от этого места я и живу, кстати. И недалеко, недалеко могу пешком дойти. Вот так, вот так, вот так, вот так. Сложно? Нет, не сложно. Совершенно не сложно. Почесать книжку, может, надо. Ну, ладно. Ну, вот теперь давайте сделаем walks through. Я вам тут быстренько кое-что покажу оттуда, но пока запомните. Вам нужно будет, чтобы повторить то, что я вам покажу, собственно, все повторить вы сможете, сможете, сможете. 16-й урок из книжки, из учебника нашего, чудесного учебника. Вот, вторую версию буду, второй эдишн буду начинать писать в апреле. И выйдет в конце года, может быть, а может быть, в начале следующего. Вот, 16-й урок надо симпортировать в Eclipse. И, 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 так как я его писал раньше, скажем, года три назад, этот урок, тогда, когда книжку делал, он еще был сделан с 6-й Java. Вы должны изменить Java на 7-ю. То есть, вы должны сказать, что компайлер должен быть compliant, то есть, компилировать по стандарту 7-й Java. И надо заменить библиотеку в JavaBuildPath, чтобы это была 7-я Java, а не 6-я, как вы получите, если будете загружать с книжки. Вот, и потом надо будет посмотреть на вот эти вот программки, TestFileInputStream. И я написал, а теперь возьмите его и замените на TryWithResources, чтобы не писать эти вот длинные finalists с закрытиями стримов. На самом деле, я это уже сделал. Вот, и, ну, соответственно, вот эта программа, которая написала, замените на TryWithResources. Как заменить? Да очень просто. Вместо того, чтобы, вот смотрите, как у нас было здесь. Вот, скажем, здесь, видите, внутри Try мы открывали вот этот FileInputStream и BufferedInputStream. А TryWithResources с 7-й Java начинает. Надо просто написать Try, открыть скобочку. И это же хозяйство делает внутри скобочку. Вот такое простое изменение в программе позволит вам выкинуть вообще вот это finally для закрытия стримов. На самом деле, на самом деле, я написал, уже выполнил это примерчики, уже для следующей книжки готовлю. В принципе, я сделал вот такое на GitHub, я сделал такую репозиторию, сюда буду накидывать примерчики. Вот эти примерчики, которые новые я начал делать уже. И вот для TryWithResources вы можете найти вот там по этому адресочку. Ну, давайте сейчас зайдем в Eclipse. 16-й урок я уже симпортировал. И что я вас прошу сделать, давайте-ка посмотрим. Review the code of TestFileInputStream program. TestFileInputStream. Вот она. Вот она, красавица. То же самое, что у вас было на слайде. Don't do it here. Не закрывайте my file. Читаем файлик abc.dat. Читаем этот файлик. Вот он, видите, вот. abc.dat. Ну, открывай же. Чего она не хочет открывать? Без понятия. Open, говорю тебе. Или у меня настроено на какой-то другой редактор, наверное, чтобы она спала в другом месте. Ладно, не будем нервничать. Не будем на это смотреть сейчас. Она нам его сейчас прочитает и все сделает. Вот. TestFileInputStream. Right-click. Run it. Ну. Java. Видите, она считала. Это вот там было нечто записано. Она нам распечатала все коды. Все коды того, что там было написано. Это просто коды байтов. Внимание. Коды байтов. У всего есть коды. Даже если казалось бы вам, что это там текст, но каждая буквочка, это все закодировано. В конце концов, мы получили минус один. И это был признак конца файла. Но нам не нравится это, да, то, что, видите, надо закрывать вот этот файлик. Поэтому, что я сделал? Я сделал похожий очень пример. Я этот пример взял и назвал точно так же, только семерочка в конце. Видите? TestBuffer. Нет, нет. TestInputStream7. Если семерочка в конце, то значит для седьмой версии Java я его переписал. Чуть изменил. Смотрим сюда. Смотрите, какой маленький код по сравнению вот с этим. Видите? Это длинный. Сколько тут было строк? 30 строк. А в этом? А в этом 23 строчки, да? Просто я использовал то, что есть и так. И так из коробки есть в седьмой драйвере. Смотрите. Я вот здесь try with ресурс сделан. Я написал try и открываю этот файлик внутри скобочек круглых. Вот и все. Вот такая мелочь, казалось бы, позволяет мне не писать файлы, которые я делал только закрытие стрима. Auto-closable interface, если вы помните. Чудесненько. Теперь смотрите. На самом деле, как легко сравнить содержимое файлов в Eclipse. Вот, видите, я хочу сравнить, что заизменилось все-таки в этой версии предыдущей. Этот и вот этот. Вот эти два файлика. Смотрите, я отмечаю. Семерка и без семерки. Нажимаю на правую мышку и говорю compare with. Сравни. С кем? Да, с друг с другом. With each other. Раз, она все и сравнила. Видите, она все это чудо и сравнила. Дабл-клик, чтобы экранчик побольше был. Смотрите. Она нам показывает разницу. Вот это testFileInputStream, а это testFileInputStream7. Посмотрите. Видите, как здесь открывался файл. Ну, три трая, а здесь скобочка. Здесь был файл, и вот это вот все хозяйство. А тут его уже нет. Так легко можно сравнить содержимое двух файлов и посмотреть разницу. Вот, видите. Она даже помечает вам такими гибкими линиями. Вот так. Окей, кстати, мы разобрались, что я там еще от вас хотел. Еще от вас я хотел. Чтобы вы посмотрели testFileInputStream. Да, хорошо. Этот стрим был не буферизованным. А если я возьму BufferInputStream, вот он буферизован. Видите, теперь я просто беру вот этот MyFile и даю NewBufferInputStream на ввод. Результат будет тот же самый, если я его выполню. Тоже самый результат. Но, конечно, это не ощутимо здесь, на таком маленьком объеме данных. Но если бы данные были бы большие, то бы вы бы ощутили разницу. Если бы эта программа была бы работала быстрее. Соответственно, testBufferInputStream7. Я открываю оба вот этих IOS стрима. Но три круглых скобочек. TryWithResources. Поэтому, finally, можно не писать по закрытию. Ну и последнее, textGUI-файл. Прошу я вас его смотреть или нет. Да. RightClick. RunAs. Это простенькая программа, которая читает штаты. Соединенные Штаты. Некоторые из файликов. Смотрите, вот видите, внизу есть файлик states.txt. И популирует, заполняет эти данные в DropDown. В ComboBox. Вот они, видите, друзья. Так, давайте посмотрим на этот файлик states.txt. Вот они. Вот мы их и читаем. Наша программа читает их и загоняет в UI. В ComboBox. Как она работает, посмотрите сами. По загонянию в ComboBox. Всякие тут add-ы. Но меня сейчас не это особо интересует. Я вам хочу просто показать, что... Где же мы... Вот он. Видите, чтение файлика. Файл input stream читаем. Открываем на него input stream rhythm, потому что там тексты лежат. И buffer reader. То есть теперь уже три колена у нашей водопроводной трубы. Вот так оно работает. Ну и, соответственно, в этой версии закрытие файла есть. 121 строчка. Finally. А, соответственно, версия для 7-ой Java. Эту строчку. Вернее, этого finally не имеет. Видите, вот, смотрите. Try with resources. 96 строчка. 97, 98, 99. Это все находится в круглых скобочках. Try. И поэтому оно автоматически будет закрыто. Можно не писать finally. Ну вот, мы и сделали первую. Первый Vox. Русс, чем я вас и поздравляю. Ну, еще на этом слайде я просто хочу обратить ваше внимание, чтобы вы потратили время и попытались поисследовать сами. Посмотрите на классик полезный, который называется files. На классик. Этот files помогает не с чтением, а помогает, например, создать новый файл. Удалить новый файл. Такие операции тоже иногда нужно делать. И вот этот класс помогает это делать. Класс Path. Это такой класс, который позволяет вам построить путь к имени файла. Полный, знаете, fully qualified path name. Он же по-разному выглядит. Например, на Windows он будет выглядеть вот так. На C-драйве. На Unix или на Mac такого нет. Может быть, он выглядит вот так. Да? Кстати, вот когда вы видите два бэкслэша, два, это значит, что... Дело в том, что если написать один бэкслэш и букву, то это может быть рассматриваться Java как некий escape character, мы его называем. Например, бэкслэш P. А когда мы ставим два бэкслэша подряд, мы говорим, рассматривая это как один бэкслэш. В данном случае это полезно. Ну, одним словом, то есть вот этот вот path file, вернее path class, он позволяет строить объект, который как бы... который как бы не зависит или программное представление паса в файловой системе в той или иной, которая разная. Ну вот, короче говоря, посмотрите на этот API, посмотрите на файлик. Вот. Они написали files, вернее, например, такой полезный метод read all lines. Одним махом можете взять и прочитать все строчки из файла. Или read all bytes, например. Одним словом, посмотрите на эти API, файлы и path. Полезно. Вот и все. Первая часть закончена нашего урока чудесного. Вторая часть, не последняя еще, называется Java Serialization. Сериализация. Что же такое сериализация вообще и джавовская в частности? Сериализация объектов. Представьте себе, что у вас есть некий инстанс какого-то класса в памяти. Вы его сделали, инстанс класса employee. Или давайте person. Person. У него есть поля такие, как last name, first name, salary, hired, и так далее. Но ведь это объект в джавовском понимании этого слова. А можно ли этот объект превратить в строку символов, где-то сохранить, а совсем может быть другой jvm опять считать эту строку символов и перевоссоздать инстанс объекта Java. То есть, как правило, сериализация делается между двумя jvm. Либо по сети, либо, скажем, вы можете сериализовать файл jvm, а потом отдельно, может быть, завтра, или, может быть, вообще опять отправить его куда-то, и в другая jvm его прочтет, и как бы resurrect, воссоздаст из пепла инстанс джавовского объекта из строки символов. То есть, reconstruction. То есть, если почитать формально, то, что Oracle пишет, Objectization supports the encoding of objects into a stream of bytes. Она может превратить джавовский объект в стрим, поток символов, не символов, байтов. А потом она может сделать reconstruction, реконструирование, наоборот, из символа вот этих байтов создать инстанс джавовского объекта. Вот, вот, вот. Ассоциализация можно делать, ну, кармин заделается через сокетные коннекции, мы потом будем это изучать с вами по сети. Либо есть такая, довольно старая, но она работает, методология называется RMI, Remote Method Invocation. Одним словом, пользоваться этим можно. Можно просто файлы, можно вот по сети, через сокеты и так далее. Ну, вот ниже я псу, sample use case. Например, какой? Когда бы мы это делали? Ну, например, сделали class tax по расчету налогов. Потом сервизовали его в последовательность байтов. Сохранили эту последовательность байтов где-то на диске. Или отправили его не на диск, а прямо по сети. Через сетевую веревку отправили куда-то на другую машину, где была другая JVM, да? И вот на том конце провода, вот та JVM, она сделала то, что называется deserialization. Она восстановила из строки байтов, она восстановила обратно instance джавовского объекта. Вот это сервизация в понимании Java. Java to Java, скажем так. Чтобы объект, ну или, скажем, класс, чтобы класс мог быть сериализован, вы должны его специально объявить. Вы должны сказать, что ваш класс имплементирует serializable interface. Видите, класс employee. Если я планирую, чтобы иметь возможность его сериализовать в строку байтов и где-то там, скажем, другой JVM deserializable, превратить обратно в объект, то мы должны при объявлении класса сказать, что он implement serializable. Вот видите, он implement serializable, и у него есть три поля last name, first name и salary. У класса employee. И вот я здесь пишу, что класс, допустим, класс A какой-то, первый класс, может создать инстанс объекта employee, да? Им будут присвоены какие-то значения, мы еще их называем object state, состояние. А потом какой-то другой класс, может быть, совсем другой JVM, класс B, может быть, ему нужны эти данные, мы хотим отправить данные про конкретного employee, может быть, он у нас вообще там best employee, и ему положено вообще в течение месяца парковаться на ближайшее к входу в здание парковки. Ну вот класс B должен его принять и должен его recreate, десерализовать из байтов этот объект в памяти. Что еще такое интересненькое на этом слайдике? Вот мы смотрим на определение этого класса, employee, мы видим, что он implement serializable, и вы можете сказать, что? Вы сейчас можете прямо вскрикнуть. Позвольте. А где методы, которые надо было бы имплементировать? Где методы, которые были объявлены в serializable интерфейсе? Я не вижу. Вы правильно не видите, потому что это один из таких интерфейсов, который называется marker interface. Marker. Этот интерфейс не имеет методов, задекларированных внутри, которые вам нужно было бы имплементировать. Вы скажете, а что тогда городить, зачем он? А он дает команду, компайлеру в джавском, он говорит, этот класс employee кто-то когда-то будет реализовать. Так что его скомпилировай определенным образом, чтобы ты потом могла его, или мог его превратить в stream of bytes. Вот это пример, как называемый marker interface. Ну и как же мы будем писать в stream или читать из stream целый объект employee? У нас instance тоже есть. Это не просто текст какой-то, не просто примитивый жаловский, а это объект. Для этого существует специальная класс, один называется object output stream, который может взять целый объект и его выгнать в поток этот I.O. Есть object input stream, соответственно, который может и из какого-то приходящего input stream вынуть данные и считать объект. Ну и как это делается? Object output stream. Вот как это делается. Допустим, мы хотим взять, создать employee объект и его сериализовать в файлик вот с таким именем. Я хочу так это сделать, к примеру. чтобы он там сохранился, записался. Вот есть некий класс A, и я тут создаю instance вот этого имплойя. Назвал я его John Smith и дал ему 50 тысяч денег. Вот, говорю, файл output stream, открой-ка мне, дружище, поток на вот такой файлик с таким именем. Best Employee SER. SER для сериализации. Ну, так я его назвал. Могли его назвать, как хотите. И теперь его завернуть. Помните, вот эту водопроводную трубу втулки? Вернее, коленца. Теперь я беру этот fout. Вот он, вот он. fout. И я его даю на вход другому потоку Object output stream, который знает, как одним махом взять instance объекта и сериализовать в поток. В какой поток? А в тот, который указывает в данном случае на файлик Best Employee SER. То есть мы открыли вот этот Object output stream и одним махом вот этот красненький EMP employee, мы его туда и загоняем. Мы его сериализовали. После этого он сохранился уже в файлике Best Employee SER. Вы можете его даже открыть текстом редактором. Там будет какого-то там билиберда, гибериш. по-английски. Но там кое-что есть в своем специальном хитром формате. Вот мы это сделали, то, что справа были написаны шаги большого пути. Открыть output stream, chain it или pipe it, то есть соедини его с Object output stream, а на нем потом вызывай метод write object в то есть на вот этом output stream write object и дай ему тот объект, который был объявлен заранее как сериалайз был. В нашем случае это employee. Где-то было объявлено. На прошлом слайде. Ну вот. Ну и закрыт стрим, конечно, полагается в нашем деле. Вот так мы сериализуем одним махом весь инстанс с потоку байтов. Кстати, мы сейчас говорим о Java Serialization. Исходя из того, что джававская программа в каком-то JVM выгонит данные в стрим и джававская программа же считает их из стрима. Но в принципе в распределенных приложениях, где не только Java участвует, сериализация используется уже в более широком смысле. Например, на севере где-то Java, на фронт-энде HTML и JavaScript. Может быть, Java делает сериализацию не в байты, потому что читать будет ее в браузер и JavaScript. А, скажем, есть такой формат, называется JSON формат. Или в XML формат. То есть и это можно сказать, это в принципе тоже сериализация джавовского объекта, но уже не между Java, между одной JVM и другой, а из Java куда-то в другую сферу с использованием другого, может быть, протокола или формата данных, который понимает скажем, Но вернемся к Java. Мы тут не изучаем сейчас JavaScript пока, по крайней мере. Вот. Соответственно, object-input-stream. На прошлом слайде мы использовали object-output-stream, мы выгоняли instance в поток, стилизовали его, а здесь мы, наоборот, из него вынимаем, из потока. То есть надо открыть input-stream, chain его subject-input-stream, на нем вызвать метод read-object. На прошлом слайде, мы делали write-object, а здесь read-object. И надо сделать кастинг к тому классу, который вы собираетесь воссоздать на принимающей стороне, то есть который вы собираетесь deserialized. Ну и в конце конца надо закрыть стрим. Та же тема. Объявили перемену fin file-input-stream, объявили перемену object-input-stream, сказали, что file-input-stream должен смотреть на файлик best-employee.ser, допустим, мы его уже сделали. Да, и мы ему говорим, а теперь я хочу тебя завернуть в object-input-stream, чтобы одним махом ты мог десерилизовать. Ну вот, и потом уже вот на этом o-in переменной, которая на прошлой строчке была сделана, мы говорим read object. Так как мы знаем, что этот object был сделан из класса employee, мы ему делаем кастинг в класс employee. А вот и все. Таким образом мы это делаем. Тут важный моментик, надо сказать вот что. Видит этот класс employee, мы делаем кастинг к этому типу. И ежели у нас будет ситуация, что у нас две совершенно разные JVM, находящиеся за тысячи километров друг от друга или хоть в соседних комнатах. Нужно, чтобы и первое приложение, и второе приложение имели описание вот этого типа employee. Иначе, естественно, они не смогут сериализовать и десерилизовать. Оба должны иметь описание. Более того, они должны иметь одно и то же описание. Я об этом скажу чуть-чуть позже, через секунду. А вот давайте я этот слайдик как раз расскажу по теме. Они должны быть одинаковые. Теперь представьте себе ситуацию. Мы вот тут сериализовали employee, передавали с одной машины на другую. Тут вдруг решили изменить кое-чего в employee в одном data center, откуда мы сериализовали. Решили добавить новое поле employee, например, день, например, marital status, женат, не женат, разведенный и так далее. Что получается, что, скажем, на одной машине employee объект имеет четыре поля, а на другой имеет только три. Last name, first name, что там еще было, не помню. И что же получается, как же тогда сериализовать, а тут было четыре, а там три. Так вот, сделана специальная такая штучка, переменная, которая называется serial version UID, unique identifier. Чтобы убедиться в том, что у вас никогда не произойдет ситуации, что на разных машинах находятся разные версии класса, которые сериализуются, вы можете в этом классе объявить переменную serial version ID и дать ей какое-то значение. Например, здесь назначение единичка. L это long. Вот. То есть, в этом классе employee была вот такая строчечка. На этой машине она была, на той машине она была, все нормально, хорошо. Теперь, если мы решаем на машине A, на машине A, мы решаем добавить, скажем, новое поле, да, как в семейное положение, то мы должны делать что? Ага, мы должны поменять вот здесь serial version ID UID на другое уже, так как мы его меняем, этот класс, да, и вот езрали мы здесь поменяли на второе, тогда та программа на другом конце не вылетит просто по эксепшену, нет, не так, она не просто вылетит, она выдаст вам эксепшен, который скажет invalid class exception тем, который на том конце проводит. Те увидят такое invalid class exception, там же тоже не дураки сидят, скажут, ааа, эти гады мне прислали измененную версию класса, а у меня старая версия класса, позвонили, вы что там, ребята, сдурили, что ли, вот, ну, соответственно, перекомпилировали, взяли новую версию класса, уже не один, и ладуал, на том конце, и теперь уже опять все match each other, понятно? Иногда, может быть, вы уже видели, когда вы генерируете какой-то класс в Eclipse, Eclipse там вставляет эту такую мистическую строчку SerialVersionUid, или наоборот, дает вам предупреждение Warning, в этом классе нет SerialVersionUid, вот это именно об этом, как бы его можно игнорировать, если вы не собираетесь никуда сериализовывать, но, в принципе, если собираетесь, то лучше, конечно, себя подстраховать и ввести такую переменную, чтобы потом не забыли, чтобы кто-либо не забыл, и не оказалось несоответствующих класс Definitions у нас и у них. Вернемся на слайдик назад. Transient, transient keyword, transient. Когда вы делаете сериализацию класса из пункта в пункт в пункт в этом классе может быть 10 полей, но там, может быть, какие-то есть поля, которые вы не хотите сериализовать, ну, например, зарплата. Зарплата, тема такая, не мне вам говорить, лучше, чтобы никто не знал никогда, сколько вы получаете, кроме жены, ну, и жена тоже, как бы, не обязательно должна об этом знать. Соответственно, как же сделать так, чтобы все поля сериализовались из класса employee, а зарплата нет? А очень просто. Нужно добавить в определение поля в этом классе employee слово transient. Вы говорите, если тебя, друг, будут сериализовать, вместо значения этого, переменную salary, поставь ее дефолтное значение. Ну, скажем, если это double, то у него будет 0 дефолт. То есть, на пункте A вы создали instance employee, Вася Форточкин живет там-то, женат, имеет 8 детей, а зарплата у него вот такая. При сериализации, если зарплата была помечена как transient, на том конце все придет, и поле зарплата тоже будет присутствовать, но в нем будет не настоящая зарплата Вася Форточкина, а 0. Понятно? Transient. То есть, такие sensitive данные, которые желательно, чтобы кто-то где-то не видел, надо пометить как transient. Не обязательно это, когда мы хотим спрятать что-то, зарплату здесь. Иногда может быть так, что некие данные, некие поля просто нет смысла сериализовать. Например, есть какой-то класс, у него есть поле, в котором хранится connection к базе данных. Здесь, скажем, на пункте А. Какой смысл его сериализовать туда? Она там абсолютно бесполезна, там другие сервера, все не так. Или, например, есть такое поле, в котором написано дата создания инстанса employee. Если это не нужно на том конце провода, что ее сериализовать? Помечайте ее transient, да и все. Ну вот, и таким образом walkthrough number two. Значит, 17-й урок тут сказано взять. Посмотрите на класс A, посмотрите на employee, посмотрите на стерилизованный файлик. Ну, одним словом. Одним словом, то же самое, что мы говорили. Я сейчас вам быстренько покажу. На самом деле, много времени тратить не хочу. Сами все сделайте. Потому что мне лень за вас. Прямо уже все. Уже написал все, уже сказал, что делать. Еще и делаю сам. Где-то вы такое видели. Ничего, что я ворочу немножко сегодня. Employee. Вот оно, наше employee implement serializable. Чудненько. Вот он, класс A, который создает instance employee и его сериализует в файлик. Мы хотим его создавать в файлик bestemployee.se Видите? Одним махом. 17-я строчка. Сферилизуем employee одним махом. Все. Простая очень программа. Давайте ее попробуем прогнать. right-click run as java application. Все, видите? The employee has been serialized into employee bestemployee сериал. Вот он, видите? Смотрите. Если его открыть, какая-то билиберда. Ну, так с трудом что-то угадывает, что какая-то там salary есть, какой-то name, какие-то типы и так далее. Вот Smith-John где-то там угадывается с трудом. Но, одним словом, это как бы не ваша забота. Я не буду сейчас говорить по поводу оптимизации. Ну, может и буду. Одним словом, вы видите, сериализовалось. Теперь, если я хочу его recreate, считать, воссоздать, как феникс из пепла, да? Мы что делаем? Мы говорим, откроем файл inputstream. Теперь уже будем читать из bestemployee сер. Его завернем аккуратненько в object inputstream и дадим ему read object. А read кого? А я знаю employee. А есть у тебя employee? Да, вот definition employee есть. Кастинг делаем и все получается. Run as java application. Вот здесь реализовали его, да? Здесь реализовали его. Окей. Хорошо, хорошо, хорошо. Достаточно об этом. Побежали дальше. externalizable интерфейс. То был сериализовал, а теперь externalizable. Сериализовал интерфейс был чудесный. Одним магом. Write object, бум, выгнали объект в поток. Одной командой read object считали весь объект из потока. Все. Абсолютно все. А теперь представьте себе, вдруг мы не хотим абсолютно все. У меня была такая ситуация, где-то в начале 80-х. Я там делал одно предложение для клиента trading application. Там trading order, там была торговля на Wall Street. Trading order, заказ на покупку чего-то, каких-то ценных бумаг, он выглядел как? А вот так. Там было 86 полей. Здесь я написал по скромности 50 полей, но там было 86. Один заказ мог быть представлен 86 полями. Там надо было, чтобы было все очень быстро, да? И чтобы данные попадали на на market, на stock exchange, на биржу довольно быстро. А вот стерилизация объекта, инстанса, которая 86 полей, она была такой, footprint у нее был большой, она была большая. Вот это CR файл я вам показал из трех несчастных полей, а там было 86. А из них, в общем-то, надо было, может быть, десяток обязательно. Вопрос, зачем надо на биржу посылать 86 полей, а нам надо, чтобы были там сотни операций в секунду, когда можно послать только 10, которые не точно надо. А ведь Serializable вам не дает возможность выбора, да? Он берет весь объект и одним маком все. То есть, или все, или ничего. Так вот, externalizable интерфейс, он будет покруче. Он говорит вам, он говорит, что ты, говорит, не обязан все сервизовать. Может сказать, хочу это, это, это. Три поля, к примеру. Или два поля. Соответственно, он отдает вам гибкость, но, соответственно, он заставляет немножко больше кода написать. Serializable было очень просто, write object и все, а здесь нет. Надо побольше написать, надо сказать, кого хочу конкретно сериализовывать. То есть, соответственно, implement externalizable, этот интерфейс, он sub-interface, сериализable, и у него, соответственно, не read object и write object, а read external и write external. Ну, вот как это все хозяйство сделать? Посмотрите, вот класс employee 2, другая какая-то версия employee, не serializable она имплементировать, а externalizable. Смотрите, у него есть сколько? Раз, два, три, четыре, семь полей, шесть полей. А я не хочу все шесть сериализовать, хочу меньше. Соответственно, вы тогда должны в нем, а это уже другая тема, если serializable marker interface, там ничего не надо было имплементировать, то это обыкновенный интерфейс, типа traditional. Соответственно, мы должны имплементировать write external метод и read external. В write external мы говорим, что мы хотим сериализовать конкретно, чисто конкретно. Хотим salary и хотим id. Вот отсюда. id есть и есть salary. Так? Какой-то стрим, который вы указали. Там, просто, например, мы делали на этот стрим мы делали write object или read object. Здесь мы делаем, соответственно, write отдельные элементы. Ну, а читать, соответственно, read external вы читаете read double и read int. Очень важно, обязательно порядок чтения должен быть точно такого же, как порядок записи. То есть, если я здесь поменяю double и int, а тут оставлю, это будет mess. Вы, чертте что, и сбоку бантик. Ну, вот, и externalizing такого объекта будет выглядеть так. Еще раз повторяю, вот этот класс, employee2, мы в нем определили write external и read external. Вот, а если надо его экстронализировать, write so-to-speak, мы создаем его instance, там все поля есть, потом говорим, хотим его сереализировать вот сюда, хотим вот сюда, и он сереализуется. В общем, у меня здесь write object. Ну, да, в общем-то, write object мы пишем, но он, на самом деле, будет вызывать write external. вот так. Все, на этом конец. Это была вторая часть нашего чудного урока, и сейчас будет последняя, третья часть этого урока тоже на эту же тему. Если уже у вас слишком много информации, нажмите паузу на видео, можно оправиться и закурить, а потом вернетесь. А я продолжаю, потому что времени нет. Классы, которые полезны для network programming, которые мы сегодня будем рассматривать, скажем так, мы сегодня будем рассматривать конкретно класс, который называется java.net.url То есть в пакете, в пакедже java.net есть много разных полезных классов по работе с networking. Но мы говорим о конкретном URL. Почему? Потому что это такая популярная тема, как читать, допустим, файлики с интернетом. И теперь давайте немножко о терминологии. Хотя я уверен, нынешняя молодежь и так это все знает. То есть компьютеры друг с другом разговаривают, если они договорятся о протоколе. Мы говорим с вами на языке, мы договорились в данном случае на русском, завтра буду писать на английском, этот же урок. На русском мы договорились, что наш протокол общения русский язык, а завтра протокол общения будет английский. Так вот, если вы хотите, чтобы что-то работало, значит, надо, чтобы этот сервер понимал, или тот компьютер понимал этот протокол. С врагом надо разговаривать на его языке. Ну вот, в частности, HTTP. HTTP – это популярная вещица, протокол, который рассказывает нам, как говорить по интернету. Как браузеры, например, могут разговаривать с людьми машинами, с серверами. Пару таких терминов. Local Area Network, или LAN, это обычно говорят о сети, которые находятся недалеко друг от друга, например, в одном билдинге, в одном здании. Да, или в одном, может быть, на одном этаже, или в одной компании, которая находится близко, как бы, то есть, сеть такая, компьютеров, которые находятся недалеко друг от друга. Wide Area Network – это уже другая тема. Это когда, скажем, у меня есть компьютеры, там где-то за морем есть еще, сколько-то компьютеров в соседнем городе есть и так далее. Это уже Wide Area Network, не Local. Дальше, какие еще такие суперсекретные термины можно сказать? www. Никто никогда не слышал. World Wide Web, а он использован, когда мы работаем с www, но World Wide Web, это такой, мы используем HTTP протокол, так называемый, а вот мы используем для указания ресурсов сети, мы используем так называемый URL. URL – Uniform Resource Locator. Например, в данном случае адресок показывает на www.mycompany.com 80, это номер порта, номер порта, и training – это имя файлика, который там находится, вот на этом сервере mycompany.com, через, войти туда можно через порт номер 80, и там найдется файлик, будем надеяться, который называется training.html. IP-адреса или имена, вот здесь я написал mycompany.com, но в принципе каждому такому имени соответствует реально уникальный в данный момент, по крайней мере, IP-адрес. IP-адреса могут быть вот в таком виде, как 4 цифры, группа из 4 цифр, а может быть вот в таком виде, как группа из 8 чисел. Одним словом, у каждого уважающего себя сервера есть статический IP-адрес, назначенный, заранее выделенный под этот сервер. У малоуважающих себя людей, которые сидят по домам, как вы сейчас, работаете на своих компьютерах, через какого-то интернет-сервер-провайдера, как правило, вам выделяется динамический IP-адрес, то есть он не закреплен за вами. И может быть сегодня у вас один IP-адрес, а завтра другой. Поэтому, если вы собираетесь сделать свое чудное приложение, чтобы сказать, скажем, имя сервера, которое было бы mapped to IP-адрес, поставлено соответствую IP-адресу, то, конечно, надо заплатить денежку и заказать статический IP-адрес, чтобы имя было поставлено всегда в одно и то же соответствие одно и то же машине с одним и тем же IP-адресом. Вот. Теперь давайте посмотрим на этот классик URL. Идея в том, что мы все время крутимся вокруг I.O. И вот эти принципы, о которых мы говорили в начале урока, они справедливы и сейчас. И мы можем использовать точно так же или почти точно так же указать на файлик, который находится не здесь рядышком, а вот там непонятно где в интернете. Вот. По умолчанию HTTP сервера работают либо она через порт, через такое окошко, через дверцу такую под номером 80, а если вы идете по протоколу HTTPS Secure, да, специально энкодированный, то они идут через порт 443. Это для эрудиции вам, пусть будет. Если мы скажем, напишите HTTP и не напишите порт, то по умолчанию будет считаться, что вы идете через 80, например. Вот. Так вот, если вы хотите читать удаленные данные с помощью класса URL, то вот как это можно сделать. Надо создать инстанс этого классика URL, потом ему сказать этому инстанцу, а дружище, теперь дай-ка мне коннекции, открой-ка мне connection с таким-то ресурсом. Когда connection откроется, мы скажем ему, дорогой connection, дай-ка мне ссылочку на твой input stream. И как только вам дорогой connection это дал, все, дальше уже как бы детский лепет на лужайке. У вас есть стрим, но мы же умеем работать со стримами, уже в начале урока даже воксрус сделали. Поэтому дальше, дальше точно так же, как предыдущие песни. Дальше читайте себе данные из этого стрима, как будто бы этот файлик находится вот он здесь же рядом. Ну и точно так же соответственно используйте Buffered Reader, чтобы читать данные побыстрее. Ну, например, Google, если хочу, google.com. Там же есть какой-то там файлик, который, это основная его страничка. Это может быть файл, может быть, не динамически делать. какое дело. Я хочу пойти на google.com и считать все, что там есть. Вот это вот содержимое странички. Давайте посмотрим, что я делаю. Я открываю input stream reader, buffer reader и вот этот URL класс я делаю и делаю URL connection. Вот эти два дополнительных класса мне надо будет, instance, объект. Смотрите, что я делаю. Хочу открыть Iostream, который указывает на google.com допустим все хорошо произошло. Дальше я говорю хочу открыть я этому же URL говорю, перемена URL. Говорю, а ты дай мне ссылочку на свой connection обжект. Дашь? Да. А теперь я говорю к этому connection обжекту URL. А теперь дай-ка мне ссылочку на свой input stream. Я собираюсь считать тексты, вернее то, что это текст, это будет сказано, то, что это stream reader. Но я говорю, дай мне свой input stream и в формате utf8 дай его input stream reader. Помните, водопроводная трубочка, да, коленца. А потом я говорю, вот этот input stream, ну все, уже почти готово, ребята, вот, вот, вот. Теперь давайте дадим buffer reader, чтобы читать более эффективно. и все, то есть, баф приготовлен, вот эта вот труба водопроводная из пяти колен или сколько там. Ну а дальше, так как было в первом Mox.ru, readline, по строкам будем читать, мы знаем, что это текстовый файл, html страница, это текстовый файл, который вы видите, которая пришла с google.com. Мы говорим, читай строками, readline, readline, readline и так далее. Все. Как только следующая line она вернет нол, видите, когда вы читаете readline, в отличие от первого примера, там было, если минус единичка, значит конец файла. А когда вы читаете с помощью вот этого readline метода, он вам вернет нол, если он дорвется на конец файла. Вот и все. А дальше весь этот мусор по закрытию файла. Вот таким образом можно это прочесть. Ну вот, ну вот, и теперь что мы хотим сделать? Мы хотим загрузить урок восемнадцатый из книжки, мы хотим посмотреть на код website reader, запустить программку, посмотреть output на консоли системной. Вот 18-й урок website reader, вот он. Видите, я говорю, читай мне Google URL, URL connection, все, что на слайдике, все именно, 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 и в цикле печатай мне их. Читай следующую line, строчка 20, 20, и печатай ее, пока не наравьешься на 0, строчка 22. Write, click, run as Java application. Смотрите, видите, что она мне напечатала? Ужас! Вот это все хозяйство, это все находится в странице Google, видите, doc type, HTML, и все, все это пошло. Если захотите убедиться, возьмите, зайдите на Google, нажмите правую мышку, посмотрите View Page Source, увидите вот это тоже самое хозяйство, смесь HTML и JavaScript. Не то, чтобы нам это было очень полезно, я хотел вам показать, что я умею это делать. Понятно? Вот. Давайте сделаем следующий шаг. Downloading files from the internet. Может быть, мы и файлик можем с интернета скачать таким же макаром? Можем. Значит, что мы здесь видим? Давайте посмотрим на код этой программки. File Download я ее назвал. Да, мы говорим, хочу, чтобы эта программка принимала string arguments, и должно быть их два. Если не два, выходи немедленно. А что мы хотим? Мы хотим, чтобы эту программку запустили, а дали бы URL файлика, который мы хотим скачать, и дали бы имя файла, куда его сохранить на диске у себя. То есть, URL вашего фильма, которое вы хотите нелегально скачать, и имя файла, где его сохранить у себя на диске, а потом купить попкорна и смотреть. Ну вот. Что мы здесь делаем? Открываем URL. Опять класс. Так, как было в предыдущем примере. Открываем URL connection. Мы говорим URL. Дай-ка мне ссылочку на твой connection, потому что при коннекте очень хочется к этому URL. Если ссылочка получилась, значит connection установлена. Теперь мы говорим, хочу открыть файл output stream. Кстати, вот здесь, посмотрите, URL мы открывали на то, что с командной строки было передано как Arns 0. А где сохранять? Мы хотим сохранять файл с именем, который был передан с командной строки как Arns 1. Создаем новый файл output stream и создаем новый input stream. Так. Вот. File stream get stream. Где же это у нас было? Вот, видите? Вот этот файл stream, когда мы получали connection к нему, да? мы говорим ему, дай-ка мне твой input stream, потому что я его читать буду. То есть мы будем что делать? Мы будем читать из input stream и записывать в output stream. Вот это вся работа. Это сделано здесь. Смотрите, while in переменная это input stream, fout это output stream. Мы говорим, читай, дружище, побайтово. Inread помести в переменную data и если она не равна минус единица, тогда ее, ну, то есть этот байтик, запиши в output stream, в этот, fout. То есть один байтик мы считали с интернет, и один байтик мы записали с того файла. Ну и так и крутится, крутится, крутится. Естественно, вы можете это все завернуть в buffer для ридера, чтобы читать быстрее. все. А, есть еще одна вещица. Еще одна вещица. Но опять же, в старину бывали ситуации, когда байты застревали. Слово flash это смыть, грубо говоря, извините, если можете. Смыть. Так вот, если будете читать buffered stream, buffered input stream, а что я бы здесь написал, я так и не понял. Здесь-то и буферов в общем-то нет. Ну, одним словом, если бы был буфер, то там мог где-то один байтик, другой затеряться и не смыться в output stream в output stream. Поэтому надо, желательно было, на всякий случай, вызвать функцию flash, чтобы точно почистить все. Честно говоря, не знаю, надо ли еще в последних мерцах Java это делать. Это я делал всегда. Как бы хуже не будет, а может быть, если кто узнает, что это не надо, отпишите. Тогда исправлю слайдик. Ну и walkthrough number. Почему я его назвал 3? Это уже 4 на самом деле walkthrough. Итак, что мы хотим? Вот я вообще еще записываю всяческие подкасты на русском. Может быть, вы не знаете. Тогда это big mistake, как говорится, надо знать. И находятся они вот на этом сайте. america.us. На этом сайте все мои подкасты это mp3-файлы. Сейчас я вам покажу. Они все имеют как бы логический URL последовательный. Сейчас я вам покажу. Одну секунду. Например, у меня уже их больше 400. Вот они здесь. А это все mp3-файлы. Значит, вот какая-нибудь картинка, а внизу, вот видите, написано, качаем или слушаем. Вот, если я накачаем, навел курсор, посмотрите внизу, в левом нижнем углу написано myflex.org yf-podru-budam-420. Это значит 420 номер подкаста. Скажем, предыдущий был политический. 419. Да? Видите, 334 комментария. Если смотрим, накачаем, вот посмотрите внизу на URL. Тоже myflex.org yf-podru-budam-419. И так далее. То есть вы можете написать программку, которая считывает конкретно подкаст, если вы знаете его URL. А мы да, знаем его URL. Правда? Ну вот. Ну вот. И что мы хотим в этом vox.ru? Мы хотим сказать, что посмотри на этот кодик программки File Download. Я вам только что ее показал на слайде. Да? Возьмите, зайдите на america.us, возьмите URL любого mp3-файла, который мы хотим. Ну, например, budam-420, который будет. Так? И используйте ее как первый аргумент, command-line argument, аргумент этой программки. Так? Дальше. Напишите, дайте ему какое-то имя второй, второго command-line argument, куда он должен сохраниться. И все. И запускайте, поджигайте программу. То есть должна начаться загрузка, и он должен скачаться. Дальше. Для того, чтобы мы видели, что что-то происходит, я говорю, вот, там будет где-то try, я говорю, перед тем, как начнешь это все делать, напиши, по крайней мере, system.out.println.downloading, чтобы мы знали, что процесс пошел. Да? Вот, вот, вот. И когда она закончится, эта программа, вы увидите месседж, что файл загрузился успешно. Сделайте рефреш эклипсовского проекта, F5, или там есть меню рефреш, и вы увидите, что появился, ну, например, если мы назвали его best podcast mp3, то он появился с таким файлом. У него можно сделать дабл-клойки, и начнет играться mp3. Хочу подчеркнуть, мы читаем байты. Моя программка эта маленькая, без понятия, что это mp3. Она просто взяла тупо. Тот файл скачала отсюда сюда. А это уже ваша задача, иметь какой-то плеер у себя, чтобы умел читать mp3. Итак, давайте-ка посмотрим, где же это у нас файл даунлоудер. Вот он, файл даунлоудер. Давайте почистим консоль. Все это остальное позакрываем. Так, так, значит, мы говорим, надо дать ему два параметра. Right-click. Вернее, надо сказать, смотрите, у нас есть много разных программочек, да, в этом 18-м уроке. Я хочу сказать, что файл даунлоудер будет твоя главная программа, и дать ей пару аргументов. Для этого я беру на 18-й урок, становлюсь правой мышкой. Properties. Нету, нету, нету. Run Configuration надо было сделать, конечно. Давайте, что я хочу конфигурирую. Так, где же это хозяйство-то? Lesson18, Browse. Да, Lesson18. Ну, и где же есть... Это не оно. Java Application хочу. Хочу сделать Java Application. И где же... Давайте еще раз попробуем. Right-click. Run as. Run Configuration. Мы... Не Web Sites Reader я хочу, чтобы был. Хочу, чтобы был FI Download. Вот, я хочу, чтобы у меня была какая главная программа. Видите? Дальше. Аргументы ты какие хочешь дать? Сейчас надо дать ей URL. Какой у меня был URL? Давайте посмотрим. На последний. Откачаем. HTTP, двое точее, слэш, слэш. Она здесь просто не пишет внизу. MyFlex, YF, будем через 20, сэмпетрии. Сейчас мы это сделаем. Значит, давайте идем сюда. HTTP, myflex.org, слэш, YF, слэш. подру, слэш, будам. Это у меня такой псевдо дневник. MP3. Видите, какой я играл. Давайте сверим часы. Правильно? Смотрим внизу. Да, YF, подру, будам, через 20, MP3. Хорошо. И где будем сохранять? Будем сохранять в файлике Best, я сказал, подкаст, да? .mp3. Apply, говорю. Говорю apply, но не хочу пока стартовать. Почему? Потому что я хочу сделать маленькое изменение, которое, мне тут было написано, что вот это SystemOut.printlm Downloading, чтобы вывод произошел, чтобы вывод произошел. Где у нас здесь втро, вот здесь я напечатаю просто. SystemOut.printlm Downloading. Могу еще приклеить. Сейчас, одну секундочку. Вот тут я доклею вот этот URL, который я получил как args, какой, нулевой, да? из-за того, она мне сказала, что я загружаю вот такой-то, такой-то файлик. printlm misspelling. Save. Так, поехали. Поджигаем. Right-click. Run as Java application. Видите, она пишет Downloading, HTTP, MyFlex и так далее. Сейчас идет работа. Этот файлик, в принципе, наверное, мегабайт 20 или 27-то, то есть какое-то время она будет загружать. Она будет загружать. Ну, подождем некоторое время. Одним словом, что я вам только что показал, я вам показал, каким макаром, каким макаром можно писать программу, которая грузит по байтам. Причем, эта программка, насколько я вижу, я ее даже не буферизировал, поэтому она работает довольно долго. В плане эксперимента заверните, вот, заверните файл output, файл input stream и файл output stream. Видите, вы уже их объявляете, да? и сделаете их buffered input stream. Тем не менее, она уже загрузилась. Видите, вот, as best podcast. Если я сейчас делаю рефреш этого моего проектика, right click refresh или F5. Видите, она появилась. Вот она. Best podcast mp3. Я его только что загрузил. На ваших, на глазах удивленные публики. Double click. Что у меня получится? Вот она его начинает играть. Видите? Таким образом все получилось, да? То есть, мы загрузили файлик, он не защищен, я никак его паролями не защищал, поэтому вы можете его играть спокойненько. Ну все. Ну все. Ну все. Что дальше? Что дальше остается? Собственно, ничего уже не остается. Нет, homework остается. Вот. Вот и все. Делайте то, что написано в homework. 16-й, 17-й урок, 18-й. Хотите, попробуйте, поэкспериментируйте. Группу, задать группу mp3 файлов, которые грузите и загрузите их сразу. Посмотрите, каким образом работают zip. можно добавить. Вот. Это все можно найти, расковырять, почитать. И, если получится, тогда я вас поздравляю. Так, всего сердца. Дополнительные материалы, читайте. Вот я вам дал несколько ссылочек и получайте удовольствие. Все, будьте здоровы, ребята. Это был Яков Фаин из компании Farad Systems. Урок номер 9 курса Introduction to Java. Спасибо, что слушали, смотрели.